Приветствую! В данном видео мы посмотрим изменения, которые произошли на сервисе Playground для генерации картинок. Если вы раньше когда-нибудь заходили на этот сервис, то сразу бросаются в глаза, насколько стильно изменился его дизайн, но не только дизайн, также полностью изменился функционал. Разработчики пошли по пути упрощения для пользователей, все стало намного проще и понятнее. Но также следует сказать, что старый дизайн тоже все еще работает. Если вы раньше генерировали картинки в данном сервисе, то все они хранятся здесь, в старой версии. Обе ссылочки я оставлю под видео. И также нужно сказать, что в старой версии сайта тоже произошли большие изменения относительно его функционала. Но мы пока что вернемся в новую версию. И как обычно, нам нужно пойти или зарегистрироваться. Нажимаем Login, выбираем способ регистрации или входа. Я вхожу, как обычно, с Google аккаунтом и попадаем вот в такой интерфейс. Здесь идет презентация. Нажимаем Get Start for Free. Здесь есть короткая инструкция, что нам нужно сделать. Все интуитивно понятно. Вы можете сами здесь прощелкать. А мы рассмотрим некоторые нюансы. Итак, в левом меню первая вкладка Create. Это главная страница, на которой мы сейчас находимся. Здесь можно выбрать тип дизайна, который мы хотим создавать. Следующая вкладка — это недавно созданные вами дизайны. Есть возможность загрузить приложение, но пока что только для Apple телефонов. Можно перейти на платный план. И давайте сразу же посмотрим, что нам предлагается по тарифам. В бесплатной версии у нас есть возможность создавать 15 картинок каждые 3 часа, что, в общем-то, очень неплохо. В платной версии, конечно, намного более расширенный функционал. И также в платной версии разрешается коммерческое использование. Соответственно, в бесплатной версии коммерческое использование не предусмотрено. Ну, вернемся на главную страничку. Здесь можно загрузить картинку с компьютера и с ней сделать какой-то дизайн. Востребованная функция — создание логотипов. Когда мы заходим в любой из разделов, есть еще дополнительная разбивка по рубрикам. Можем выбирать внешний вид логотипа, который мы хотим создать. Дизайн для печати на футболках. Можно создавать дизайн для социальных сетей. Просто картинки, постеры, обои для мобильных телефонов, макапы, стикеры, поздравительные открытки, фоны или паттерны. Даже мемы тут есть, монограммы, обложки для электронных книг и виртуальные бэкграунды. Давайте выберем, например, дизайн для социальных сетей. Здесь картинки есть бесплатные. А если на картинке в углу вот такая надпись «Про», то они доступны только в платном аккаунте. И здесь картинки разного формата. Выбирайте с текстом или без текста, как вам больше нравится. И можно в пару кликов создавать контент для социальных сетей. И давайте на примере обложки для видео. Я выберу вот, например, такую обложку. Здесь в левом меню сразу же подтягивается релевантное изображение. Мы можем тут же переключиться на какое-то другое, если оно нам больше подходит. Но мне пока что устраивает это. И что мы здесь можем делать? Если мы поставим курсор в поле для промпта, здесь сразу же идут подсказки. Либо мы хотим что-то добавить, либо изменить текст, либо изменить все, что угодно. Например, я нажму change. И потом нужно промптом написать, что мы хотим изменить. Пока что только на английском языке работают подсказки. Replace — это заменить что-то. И здесь what if it were. Что если бы это был, например, не мужчина, а женщина? Ну, я хочу, например, нажать Replace. И я подготовила промпт. Написала такой промпт. Измени изображение мужчины на изображение женщины со светлыми волосами в голубом платье. Текст. Измени на. И текст я сейчас подставлю другой. Текст я пишу Playground. Промпт IE New Features. После того, как мы написали промпт, мы можем зайти еще во вкладочку Resize. Но в данном случае мне все подходит, потому что это формат обложки для видео. И можем также заменить стиль. Вот как видите, здесь есть разные стили. Более рисованный стиль, более реалистичный. Но этот стиль меня вполне устраивает, поэтому я нажму Create. Как видите, он очень понятливый для промпта. Он все сделал так, как я просила. Хотя, конечно, шрифт мне не очень нравится. Например, меня все устраивает, но я хочу сделать без текста. Можно сделать картинку без текста. Для этого я напишу No Text и нажму Create. Ну, как видите, он убрал. Убрал, правда, и текст, и стрелочки, и фон немножко изменился. Ну, в принципе, допустим, меня это устраивает. Текст я буду наносить в другом редакторе. И теперь мы можем экспортировать. Можем поделиться этой картинкой. Для этого мы можем либо скопировать ссылку, эту и ею делиться, либо указать email address. А можем также экспортировать. И здесь у нас есть варианты для экспорта. Просто загрузить Print with Playground. Это новая функция, которую они добавили. Дело в том, что многие люди создают, например, дизайн для футболок, для разных вещей. И здесь говорится, что в скором времени можно будет заказать дизайн вот со своей созданной картинкой. Такая интересная функция. Если мы хотим больше опций, нам нужно перейти на версию Pro. Можно улучшить качество, но эта функция будет платная. И также можем удалить бэкграунд. Это тоже функция платная. Я просто скачаю данную картинку в себе на компьютер. И также обратите внимание, что есть стрелочка назад. Мы можем вернуться к предыдущей версии. Но за каждое такое действие Стас будут сниматься наши бесплатные кредиты. Например, я нажму назад. И вот мы вернулись к этому дизайну предыдущему. Еще я хотела показать вам одну особенность. Хочу найти подходящую картинку. Например, я возьму вот такую грозную картинку. Здесь идут отсказки похожих стилей. Ну, оставим, например, эту. Давайте вот здесь. Что если бы это был? Я напишу по-английски Cute Little Cat. Забавный маленький котенок. Так, я напишу здесь Cute and Kind. Милый и добрый маленький котенок. Посмотрим, что он нам генерирует. Ну, вы смотрите, какая прелесть. И стиль поменялся, и цвета другие. Но, в общем-то, очень-очень симпатично. Ну, сохранились вот эти светящиеся глазки. Какой-то волшебный камень. Ну, вот так замечательно можно пользоваться данным сервисом. Очень удобно и очень быстро. Хочу, правда, сказать, что не всегда он справляется с текстом. Вот здесь он в тексте наделал кучу ошибок. Но, сами понимаете, чем длиннее текст, тем больше вероятность, что он сделает ошибки. Но сейчас этим грешат и все нейросети. Тут остается только подождать, когда нейросети станут более совершенными. Также мне лично понравились, например, фоны для мобильных телефонов. Здесь можно даже просто их скачать, установить себе на телефон. Такой забавный и простой сервис, где в два клика можно создать очень красивый дизайн. И посмотрим, что в старой версии сайта. Здесь также войдем или зарегистрируемся с помощью Google аккаунта. И мы попали сразу же на вкладочку для создания картинок. Но можем посмотреть вкладку Explore. Здесь работы других пользователей. По-прежнему можем ставить им лайки. Также есть здесь рубрикации. Можем выбирать по темам. Можем перейти в My Creations. Это картинки, созданные мной недавно. Здесь похоже, как в соцсетях. Мой профиль. Здесь также есть вкладочка My Liking. Все картинки, которые я раньше пролайкала. Если нажмем на дизайн, то попадем в новую версию сайта. Но вернемся обратно. И здесь, чтобы создать дизайн, нажимаем вкладочку Create. И нужно составить какой-то промп. Хочу вам показать один прием, который я недавно для себя открыла. Можно использовать помощников в составлении или расширении промп. Для этого мы зайдем в чат GPT. Вот страничка chatgpt.com. Логинимся. С помощью Google Аккаунта я обычно это делаю. Но мы не к чату GPT будем обращаться, а найдем специального помощника. Вот нажимаем на вкладочку Explore GPTs. Поскольку мы хотим делать картинку в сервисе Playground, я ищу для сервиса Playground. Пишу Playground.ai.prompt. И в подсказках я нахожу один. Обычно для более популярных нейросетей бывает много помощников. Эти два, если хотите ознакомиться, можно перейти и прочитать про них более подробно. Но я испытывала вот этот. Prompt Perfectionist for Playground.ai. Всего лишь 200 пользователей. Просто нажимаем Start Chat. И я пишу свой промп. Хочу, чтобы он его улучшил. Я написала такой промп. Маленький смешной милый динозаврик сидит на скамейке в осеннем парке. В ручках он держит газету и внимательно ее читает. Отправляем. И вот GPT работает над нашим промптом. Он подробно его расписывает. Уж слишком подробно он его расписывает. Нам нужно будет скопировать только вот этот промп. Есть здесь копия. И я забыла ему написать, что на английском языке. Напишем ему, пожалуйста, на английском языке. Потому что... Потому что Playground пока что работает только на английском языке. Вот он нам путал Final Prompt. Вот здесь нам нужно нажать вкладочку Copy. Идем в наш Playground. Сюда вставляем промп. И здесь есть небольшие настройки. По сравнению с моим старым обзором на канале, здесь все очень сильно изменилось. Настроек стало намного меньше. Поэтому мы не запутаемся. Здесь можно выбирать какой-нибудь пресет. Либо Fantasy World, либо Reалистic. Я предпочитаю ничего не выбирать. Промп наш исчез. Давайте его обратно вставим. Можно выбрать форматирование. Выберем 16 на 9. В бесплатной версии только Fast. Картинку мы подгружать не будем. Будем делать по промпту. Здесь по количеству можно выбрать одну, две или четыре картинки. Я выберу две. И в расширенных модель. Здесь Playground недавно выпустил новую модель, которая называется Playground V3. Кубочках написано, что это еще бета. То есть тестируется. Ну и давайте выберем самую новую модель. Дальше. Exclude from Image. Это негативный промпт. Можно ничего не писать. Здесь, когда нажимаем Custom, подставляется стандартный негативный промпт. И пускай он и будет. Сид мы тоже не будем никакой указывать. А дальше тут для платной версии. И нажимаем Create. Ждем, что получится. И вот такие замечательные картинки получились. Так что я рекомендую пользоваться этими улучшителями промптов. Как правило, получается лучше, чем когда сочиняешь промпт самостоятельно. Но это уже зависит от вашего опыта, конечно. Я не знаю, насколько вы опытный пользователь нейросетей. В данной версии время ожидания генерации картинки немного дольше. Можем посмотреть, что здесь по тарифу. Здесь немного все по-другому. Написано, что можно создавать 10 картинок в день. И разрешается коммерческое использование. Насколько долго будут существовать обе версии сайтов, непонятно. Но на данный момент пока что так. Можно пользоваться либо новой версией, либо старой версией. На этом видео я буду заканчивать. Смотрите также другие видео на моем канале. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!